Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Берестенева Татьяна Викторовна. Я педагог дополнительного образования областной детской эколого-биологической станции города Кемерово. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем очередное занятие курса ЮНАТЫ онлайн. Вашему вниманию я представляю мастер-класс по изготовлению коллажа из семян. Какие можно использовать крупы для изготовления такого коллажа? Абсолютно любые. То, что вы найдете дома в своих продуктовых запасах. Это может быть, конечно же, рис. Он может быть обычным рисом, либо какой-то другой бурый рис. Горох. Далее, крупа гречневая, то есть гречка. Крупа перловая. Может быть, пшено быть. Также из бобовых очень хорошо смотрится в коллажах чечевица. Ну и, конечно же, отлично смотрится фасоль. Причем фасоль может быть любого цвета. Вот такая почти черная темно-бордовая фасоль. Фасоль цветная с своеобразным рисунком. Очень украшать будет коллаж. Ну и любая другая фасоль. Может быть, белая. Ну и еще у меня были в запасах арбузные семечки. Любые другие крупы можно тоже использовать. Я еще раз повторюсь, можно использовать все те крупы, которые есть у вас дома. Для основы нашего коллажа нам понадобится рамка. Рамка может быть разного размера. Но стандартная рамка А4 будет достаточной. Конечно, вы можете взять больше рамку и тогда ваша картина, коллаж будет большего размера и при этом вам потребуется больше материала. Это, конечно, нужно учитывать. Так вот, обыкновенную берем рамку, убираем стекло. Оно нам не понадобится. И картон, который находится с другой стороны, послужит основой для нашего коллажа. Прежде чем наносить крупы, мы нанесем сейчас границы из палочек, шпажек вот таких, которые нужно будет нарезать нужного размера, используя щипчики либо секатор. То есть мы отмеряем и отрезаем. Далее делаем поперечные. Обратите внимание, поперечные может быть абсолютно в любом месте, могут быть непропорциональны, могут быть разного размера. Все это зависит от вашей идеи, от вашего желания. Здесь строгих границ нет. Мы приготовили палочки. И для того, чтобы соответствовало цвету нашей рамки, я советую их немножко подтонировать, используя обыкновенный гуашь в тон нашей рамки. Вот таким образом мы окрасили все палочки с вами. Когда наши палочки просохли, следующая наша задача приклеить эти палочки на нашу основу. Перед тем, как начать приклеивать, мы должны определиться с размерами, так как у нас палочки все разного размера. И нам нужно сделать так, чтобы они совпали примерно. Мы сначала выложим их, опять же, да, таким вот образом. То есть у нас одна поперечная палочка была с вами. Таким вот образом. Вот все. Мы восстановили наш проект калажа. И теперь можно смело приступать к приклеиванию. Приклеивать мы будем на горячий клей-пистолет. Наносим буквально две капельки. Много клея нам не надо. Итак, когда основа калажа у нас готова, мы приступаем к декорированию нашей основы, используя те крупы, которые вы нашли у себя дома. Крупы мы будем наклеивать на обычный клей ПВА. Можно использовать клей ПВА, который вы покупаете в канцелярских магазинах. А можно купить в строительные магазине клей ПВА, налить в удобную бутылочку и использовать его. Мы наносим клей ПВА жирным слоем, не жалея, вот таким образом. Размазываем аккуратненько и выбираем ту крупу, которая нам нравится. Ну, допустим, я хочу здесь разместить нут. Обильно посыпаем нутом. Таким образом. заполняем этот сегмент полностью без просветов. Можно насыпать немного больше, чем положено. И то, что потом не приклеится, мы просто стряхнем. То есть, немножечко мы прижали. Все таким вот образом. И приступаем к следующему сегменту. В калажах можно дублировать какие-то крупы. Допустим, мне очень он симпатичен. Я хочу сделать еще один сегмент с противоположной стороны из нута. Если у вас достаточно времени и вам нравится творческий процесс, те крупы, которые более крупные, это бобы, фасоли, семечки арбузные, либо даже горох, вы можете выкладывать поштучно. Продолжение следует... Итак, после того, как достаточно все у нас просохло, наша задача сейчас удалить все те части, которые не приклеились. Это делается просто. Мы просто таким образом... То, что у нас не приклеилось, осыпается. Вот таким образом. И остается все, что у нас уже прочно наклеено. Итак, когда клей ПВА полностью просох, наш калаш готов. И может служить украшением интерьера. Ребята, кого и заинтересовало данное занятие, я предлагаю теперь самостоятельно выполнить калаш в данной технике, сфотографировать свои творческие работы и фотографии разместить в фотоальбоме группы Юнаты Кузбасса. Я благодарю всех за внимание и мы ждем с нетерпением ваших красивых творческих работ. Желаю вам успехов. До свидания.